Они не менялись со строительства, да? Нет. Понятно. Почти 40 лет деревянные двери и окна защищали Мурманскую 33-ю школу от северных холодов. Но время взяло свое, рамы рассохлись и практически рассыпаются на глазах. Большинство окон в этой школе не менялись с момента постройки. Чтобы весенний сквозняк не унес всех детей на больничный, теплые окна приходится делать своими народными способами. А эти окна не открываются? Ну что, она открывается у нас, потому что надо здесь по одному окна оставлять для проживки. Есть какие-то... А как они открываются? Это же ключик. Не-не-не, вот здесь как открывается, промога. Она не открывается. Она не открывается. Это все говорит о качестве непосредственно образования, да? Ребенок должен приходить в учебное заведение, которое соответствует всем требованиям. Справляться своими силами педагогам осталось недолго. 33-ю школу уже включили в программу «Теплое окно». Это значит, что в ближайшее время здание получит новые оконные блоки в коридоры и классы. Сегодня сюда прибыла делегация из мурманской администрации, чтобы подсчитать, какое количество средств понадобится для улучшения условий. В этой школе нужно будет поменять окна по предварительным расчетам на 25 миллионов рублей. Поэтому считаем, готовимся, изыскиваем средства. Главная задача, чтобы всем было тепло. По предварительной информации на то, чтобы изменить окна в самых нуждающихся школах города, понадобится более полумиллиарда рублей. Очередность учебных заведений определят уже на следующей неделе. Александр Клепцов, Павел Третьяков, ТВ21+.